Я не знаю, то ли мода осенью пошла на создание новых игр с повреждениями, ну, с повреждением на мягкие тела, с мягкими телами, то ли просто люди пытаются воссоздать реальную копию Beam and G-Drive, только на телефоне. Ребята, я всех приветствую, с вами Dragon, и сегодня мы с вами посмотрим на вторую игру, новую, где присутствуют мягкие тела, а именно повреждения на машине, которые, я думаю, многие полюбили за последнее время. И, собственно говоря, это игра под названием BMK, да, Beamka, то есть не Beam and G-Drive, а Beamka, BMK. Ну, я думаю, все просто, в принципе, да. И, собственно говоря, ребята, я знаю то, что это не первая версия этой игры, потому что первую я версию играл, она еще разводная была, одна версия с геликом, другая с марком, разобранная без мотора. Ну, а тут вышло обновление, ну, и я, собственно говоря, подумал, ну, вроде как игра довольно-таки тоже становится интересной, и почему бы ее не заснять. Логично, логично. И, собственно говоря, ребят, вот, я надеюсь, вам понравится этот ролик, очень понравится, ведь за этой игрой я собираюсь следить тоже довольно внимательно. Ну, и всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Ну, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ведь там все самое свежее, интересное, и мы можем с вами пообщаться. Ну, а также много есть всего того, что не войдет, не показывается вообще на канале, вот. Поэтому ссылочка будет в описании. Это, кстати, на скачивание игры тоже будет ссылочка в описании. Ну, и на официальную версию, на официальную группу в телеграм-канале разработчика тоже в описании. Ну, а мы приступаем к игре. У нас есть три версии, ну, три вариации Жигули. Это стоковая на 70 сил. Странно, правда, почему передний привод, когда там вроде как задний привод, если у меня память не изменяет. Есть дрифт Жига с задним приводом на 150 сил. Честно, сразу же говорю, ну, такой себе на самом деле, говешка какая-то вышла. И есть пол... Кстати, АВД это же получается... Нет, ФВД это полный привод, правильно же, да? А АВД это получается передний. Или нет? Я не помню, ребят. Ну, я, блин, что-то вообще уже... Я, блин, настолько от машин что-то отдалился, что я даже ни хрена не помню. Я запамятовал вообще все. Короче, Жига на 300 сил. Спорт Жига я предлагаю взять сначала стоковую. И мы сегодня, кстати, посмотрим на повреждения. Да, ребят, и хочу сказать вот сразу же, да, тут, кстати, есть спидометр, графончик очень прекрасен. Единственное, блин, я, ну, те, кто подписан на мою вторую группу в телеграм-канале по модам в Simple Car Crash, я, ну, знаю, то, что я против каких-то наклеек на машине, потому что они ужасно портят вид всей машины. То есть общий вид машины становится, ну, мягко говоря, говно. То есть, а тут, в принципе, разраб просто налепил спонсор, картиночка. Тут, получается, моя первая машина Германия. И с другой стороны вроде как так же. А нет, там, получается, что-то там РТХД, по-моему, игра называется. Вот, пониженная передача. Вот, как-то так. Так, и, собственно говоря, ну, в принципе, норм, потому что на этой машине сделано именно меньше всего. Вы посмотрите. Дрифт джига. Ну, суета, геймтаф. Вот это, кстати, больше всего, наверное, бесячее. Особенно на крыше QR-квод. Серьезно, серьезно. Не, ну, конечно, прикольно, да, возможно, прикольно. Но, мне кажется, можно как-то аккуратненько где-нибудь в отдельном месте, там, да, сделать вот наклеечки вот эти. Потому что, ну, или, не знаю, там, на карте, например, сделать спонсоров. Но никак не на машине. Потому что, ну, блин, это такое себе выглядит. Ну, ужасно. Вот, кстати, посмотрите. Просто она. Хочу сказать то, что я даже не знаю, повреждения, по-моему, стали лучше. То есть машина не так начала чувствоваться, как, блин, чертов, пластилин. То есть она так не мнется. Хотя та версия с геликами и марком, наверное, все-таки в некоторых моментах лучше. И давайте, кстати, еще полную. Вот это, конечно, тут получается KVM. Привет тебе. Так, собственно говоря, сам разработчик. АПП ТОВ, получается, у нас «Обгони меня» надпись. Моя первая машина Германия наверху. И там, получается, ну, собственно говоря, понятно. Понятно? Понятно. Вот. Интересно, конечно же, это спидометр. То, что он, конечно, не очень. Ну, так. Нормально. Смяточка. Ну, так, средний, скажем так. Так, но, блин, в принципе, норм. Да, кстати, я раньше не мог все понять, где, ну, типа, вот вы видите кнопочку заднего хода, и, собственно говоря, она не работает. Спасибо подписчикам KVM, что они подсказали мне. Ну, не мне, там, в общем-то, ему подсказали, как бы, я, собственно говоря, это увидел. Короче, задняя кнопка заднего хода находится, она, получается, под кнопкой газа. То есть мы, вот, тут я нажимаю, хоп, и мы едем назад. Вот это просто неправильно, получается, сделано. Нифига, нахерачат, конечно. На дрифт-версии так не сделать. Да, и карта, собственно говоря, ребят, тоже прикольно, хватит. Единственное, ребят, вот, вчера, нет, позавчера я, по-моему, видосик записывал, как раз-таки, с Syndicar Simulator, то, короче говоря, это тоже на Unity сделано, вот, но если мне память не изменяет, то разработчик вот этой вот игры, да, BMK, он разрабатывает, о, нифига, у меня первый раз дверь отлетела, прикольно. Разработчик разрабатывает свой собственный движок на Unreal, ну, типа Unreal Engine, вот, чтобы обойти, получается, санкции. Хоп, нифига, мы просто ее разворотили. Вот, ну, а тут, получается, я не знаю, но, если честно, судить, вот, по сути, это две одинаковых игры. То есть, разрабам просто, грубо говоря, соединиться. Что это? Не надо меня никуда перенаправлять. Стой, 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 ты тихо, ты зачем это делаешь? Не надо. То есть, разрабам, если двум объединиться, то, в принципе, неплохо, мне кажется, выйдет. Вот, блин, потому что, если судить по физике, физика просто идентична практически, вот, почти в один в один. Вот, можете сами, ребят, сравнить. Блин, нифига машину, конечно, расколбасило, прикольно. И, блин, это, я даже не знаю, как, как говорить вообще. Типа, в натуре это две одинаковые, по сути, две одинаковых игры, только немножко в разной стиле, ну, как в разной стиле стики. Здесь модельки получше, потому что в синдикар-симулятор, ну, скажем так, не очень. Ну, вот. Ну, по крайней мере, сейчас вроде как обновление же вышло. И, получается, на момент записи там, конечно, машина изначально была такая себе. Вот, но зато сейчас там графончик прикольнее на уровне. Ну, и, в принципе, это тоже. Но именно касаемо физики, повреждений, ну, повреждения все-таки намного, немножко лучше в бимке. Блин, это, можно чисто запутаться в натуре. И, получается, что я хотел сказать. Там лучше мне, ну, там москвич, получается, вроде как вышел. Ого, что-то пролагивает нормально. Кстати, я игра, ну, играю сейчас на ультрах. И, заметьте, не лагает. Что, так прикольно. И, собственно говоря, что я хотел сказать. Прикольно то, что в синдикар нет вот этих спонсорских наклеек уродских. Вот я просто скажу уродских. Ну, я понимаю, конечно, проекту нужно как-то жить, развиваться. Вот, но, блин, можно как-то их аккуратненько куда-нибудь сделать. А не размазывать просто по всей машине и портить тем самым эту модельку. Вот, ну, а так, в принципе, мне кажется, на этом, наверное, все. Тут, ну, мы даже покатались по всей карте, в принципе. Вот, ну, стоково прикольно, но и меньше всего на клеях все-таки. Вот, а так, касаемо повреждений, блин, ну, тут они прикольнее, честно скажу. Там все-таки пока надо поработать над повреждением. Но тут они все-таки немножко улучшены. Ну, а мне, получается, так же, как и вам, остается только ждать в ожидании. Ну, ждать и ожидать новых обновлений по этой игре. Вот, собственно говоря, ребят, подписывайтесь на канал. Те, кто до сих пор это сегодня не сделали. Пишите крутые комментарии, у тебя их всегда лайки. Ну, и также подписывайтесь на телеграм-канал. Да, ссылочки будут все в описании. Ну, а я буду следить за этой игрой. Надеюсь, вам она тоже понравится. Ну, а на этом все. Всем удачи и всем пока!